Диспансеризация населения началась. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, она была прекращена с марта по декабрь 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации. По словам специалистов, эту процедуру приостановили не только в Магаданской области, но и практически во всей стране. С 11 января 2021 года приказом Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области все профилактические мероприятия, включая и диспансеризацию, возобновились. Диспансеризация профилактические осмотры подлежат все население, взрослое население. Если говорить о профилактических медицинских осмотрах, то в текущем году подлежат данному виду обследования это лица с 19-20 лет, потом 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35 и 37-38. Это именно касательно профилактических осмотров. Если говорить о диспансеризации, те лица, которым в текущем году исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 40 и от 40 ежегодно подлежат диспансеризации. Диспансеризация – добровольная процедура, отметили эксперты. Если человек не хочет, он может ее не проходить, но специалисты настоятельно рекомендуют магаданцам в ней участвовать. Настоятельно рекомендую проходить это мероприятие, поскольку, сами понимаете, что данный метод обследования является бесплатным, то есть он входит в территориальную программу госгарантии. Это раннее выявление всех хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основными причинами инвалидности и смертности не только в Магаданской области, но и всей Российской Федерации. Тем более, с учетом того, что в прошлом году данный вид мероприятий был приостановлен, то у нас увеличился рост смертности по многим заболеваниям в связи с тем, что раннее невыявление злокачественных всевозможных новообразований и факторов риска при болезни системы кровообращения, которые являются основными. Диспансеризация населения проводится в два этапа. Первый – это обращение самого пациента. И второй – услуги, которые должен предоставить ему врач, начиная от анализа крови. Фиброколоноскопия, спирометрия и компьютерная томография легких входят во второй этап процедуры. Если мы выявляем хронические неинфекционные заболевания, впервые выявлены, либо уже ранее выявлены, но пациент об этом не знал. Таких много случаев. Мы, конечно же, берем их на диспансерный учет, как положено. Мы передаем этот учет по участковым службам терапевтов, чтобы они наблюдали этих пациентов. То есть пациенты не должны теряться у нас после диспансеризации. И то, что мы выявляем у пациента, мы ему даем, конечно, все рекомендации. Нужно, если мы назначаем лечение. Также можем реабилитация. По словам специалистов, чаще всего диспансеризация выявляет повышенное артериальное давление у пациентов. Но больные не обращают на это внимания и часто ссылаются на возраст. На втором месте по выявлению находятся онкологические заболевания. Врачи призывают всех магаданцев обязательно обследоваться и выявлять заболевания на ранних стадиях. Записаться на диспансеризацию можно по телефону амбулаторного отделения городской поликлиники 62 39 13.